Глава района продолжает рабочие встречи с руководителями предприятий, общественных организаций, начальниками служб и отделов. На этой неделе Роман Сенеговский встретился с начальником отдела МВД России по Славянскому району Евгением Севицким и директором электротехнологического техникума Александром Осмачкиным. О чем говорили на встречах, смотрите в материале моих коллег. Охрана общественного порядка в Славянском районе производится круглосуточно, силами 10 нарядов полиции. Как доложил на встрече с Романом Сенеговским начальник ОВД Евгений Севицкий, с начала нынешнего года в нашем районе было зарегистрировано 143 преступления, что на 63 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На территории района за истекший период зарегистрировано 19 преступлений, тяжких составов преступлений. Это на 38,7% ниже аналогичного периода прошлого года. То есть работает профилактика как со стороны подразделения билиц общественной опасности, так и со стороны служб коммуникации. Несмотря на то, что правоохранительным органам удалось добиться снижения общего количества зарегистрированных преступлений, возросло число краж. С начала этого года зафиксировано 49 случаев довольно распространенного в нашем районе телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или выдавая себя за родственников абонента, просят перечислить на неизвестный номер денежные средства. Особое внимание сотрудники ОВД уделяют вопросам транспортной безопасности. Каждый день славянские полицейские проводят проверки на авто и железнодорожном вокзалах, осуществляют досмотр автобусов. Итогом этой работы стало задержание преступника, находящегося в федеральном розыске. Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности жителей – это общее дело сотрудников полиции и местной власти, подчеркнул, подводя итог встречи, Роман Синеговский. Будет продолжена работа по реализации детского закона, проведению совместных рейдов полиции, казачества, представителей общественности. В планах местной власти – оказание поддержки в укреплении материально-технической базы районного ОВД. На этой же неделе Роман Синеговский провел рабочую встречу с Александром Осмачкиным, директором Славянского электротехнологического техникума. Ныне так называется известная в нашем районе кузница рабочих кадров, бывшее профессиональное училище номер 45. Что в итоге изменилось у нас? Какие возможности открываются перед вами непосредственно, как перед заведением? По словам Александра Осмачкина, в рамках нового закона об образовании, вступившего в силу в сентябре прошлого года, произошли значительные преобразования во всей отрасли, и в том числе в сфере среднего профессионального образования. Мы подали, решением педагогического коллектива было такое, подали заявку своему учредителю, Министерству образования Краснодарского края, на то, чтобы рассмотрели возможность перехода нас, изменения нашего типа и вида. Наша заявка была рассмотрена, и в конце прошлого года решение Министерства образования был издан приказ о переименовании типа и вида образовательного учреждения. В электротехнологическом техникуме проводится двухуровневая подготовка кадров. Здесь готовят как квалифицированных рабочих, так и специалистов среднего звена. Появились новые специальности, которые, по данным анализа рынка труда, сегодня очень востребованы в нашем районе. Нами принято решение о лицензировании программ по следующим образовательным программам техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и электрические станции, сети и системы. По словам Романа Сенеговского, славянский электротехнологический техникум – это учебное заведение с богатыми традициями, сильным профессиональным коллективом педагогов. Очень важно, что подготовка кадров здесь проводится в инновационном режиме. Те специальности, которые сегодня востребованы – это электроматеры, трактористы. Сегодня газоэлектросварщика не найдешь, строителя толкового не найдешь. Каждый второй – юрист, каждый второй – бухгалтер. Поэтому направление, я считаю, правильно. Я хотел бы, чтобы у вас все получилось. В завершении встречи Роман Сенеговский пожелал Александру Осмачкину и коллективу техникума успехов в таком важном деле, как подготовка профессиональных кадров для славянского района. Алена Лавринова, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Программа «События».